Показывает канал Видеодром Самый громкий фильм осени, а может быть и этого года. Любимый персонаж многих людей не только в комиксах, но и вообще. И если раньше нам приходилось ждать, когда же Джокер в очередной раз появится на экране и устроит безумие, то сейчас весь фильм от первой и до последней секунды посвящен только ему. Всем привет, вы на канале Видеодром, меня зовут Степан, и в наши кинотеатры с улыбкой во весь рот заходит Джокер. Надеюсь, вам от этой мысли так же приятно, как и мне. Джокер, вы лень! Все, что у меня есть, это негативные мысли. Новый Джокер не похож ни на один фильм по комиксам, который вы видели. Задолго до выхода в кинотеатрах картина успела заявить о себе появлением в новостных лентах по разным причинам. Первое, это, конечно же, то, что фильм получил «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале. До этого ни один фильм по комиксам не получал такую награду. И, конечно же, после такого события фильм приковал к себе внимание многих людей. Во-вторых, после показа на фестивале в Торонто на фильм обрушились обвинения в призыве к насилию. На что режиссер картины Тодд Филлипс ответил очень просто. Он сказал, что это странно, ведь после таких фильмов, например, как «Джон Уик 3», никаких обвинений в сторону создателей не выдвигают. Но еще до всех этих фестивалей и вообще до того, как фильм был закончен, в сети начали появляться кадры со съемочной площадки. И когда весь мир узнал, что Джокера будет играть Хоакин Феникс, под каждым видео или новостью, связанной с этим фильмом, я всегда видел как минимум один комментарий, который просто кричал, что хит-лэджер лучше Джокер, что его никем не заменить и вообще не надо снимать это кино. Что ж, на моей памяти, не считая Феникса, есть как минимум три Джокера. Первый — это Джек Николсон в фильме Тима Бертона. Это такой Джокер, который убивает с улыбкой на лице, под музыку, в танце. И, конечно, сейчас Джокер Джека Николсона смотрится немного комично, но, тем не менее, на тот момент это был высший класс. После большущего перерыва мы с вами познакомились с Джокером в исполнении Хита Леджера. Он сыграл Джокера, который на тот момент получился максимально реалистичным, безумным, сумасшедшим. И дело здесь даже не в прекрасной игре Хита Леджера, а в том, что Джокер в фильме Нолана — отличный противник для Бэтмена. Но даже несмотря на всю реалистичность персонажа Хита Леджера, у него присутствовали небольшие атрибуты, например, гранаты в пиджаке или нож в ботинке, которые все-таки немного отсылали нас к комиксам. Следующего Джокера в исполнении Джарда Лето мы с вами увидели в фильме «Отряд самоубийц», и его персонаж не принес практически ничего нового, да и сам фильм оказался провальным. Джокер Хоакина Феникса, с одной стороны, похож на того самого Джокера, которого мы с вами знаем. С другой стороны, он абсолютно новый. Такое ощущение, что актер вобрал в себя все то, что мы с вами любим в этом персонаже, но привнес в него столько нового, что сравнивать его с предыдущими воплощениями нет никакого смысла. И вы это поймете, когда посмотрите фильм. Важно понимать то, что новый Джокер снят по оригинальному сценарию. Тодд Филлипс, режиссер картины и один из соавторов этого сценария, захотел показать нам свою интерпретацию появления этого суперзлодея. Главный герой фильма, которого зовут Артур Флэг, живет в Готэме и работает аниматором. Параллельно он мечтает о карьере стендап-комика. Он постоянно что-то пишет, записывает различные шутки в свой блокнот, ходит на выступления других комиков, смотрит, как они работают с аудиторией и так далее. Но буквально с каждым днем жизнь Артура становится невыносима, потому что судьба бьет его все сильнее и сильнее. И по сути мы с вами наблюдаем историю простого человека, которого, грубо говоря, довели. И он примеряет на себя маску Джокера. Что за трус? Мог совершить такое, кладнокровно. Тот, кто скрывается за маской. В этом фильме у Джокера нет конкретного врага. Артур Флэг борется с обществом, с каждым, кто затыкает ему рот и пытается смеяться над его неудачами. В итоге получается так, что сам Джокер становится порождением этого общества. Неужели все так просто, спросите вы? Нет, совсем не просто. Но, во-первых, я не хочу спойлерить, а во-вторых, вы сами должны это увидеть. То, как Хоакин Феникс перевоплотился в Артура Флэга, а впоследствии и Джокера, можно назвать только одним словом. Гениально. И здесь секрет Феникса кроется не только в его прекрасной актерской игре, а мы все с вами знаем, что Хоакин отличный драматический актер, но и в его скрупулезной подготовке к роли. Во-первых, актер сбросил больше 20 килограмм. И помимо того, что это сложно физически, это еще сложно и морально. Я думаю, те из вас, кто проходили через это, могут его понять. Плюс к этому, фирменный смех Джокера объясняется в фильме тем, что Артур Флэг страдает неконтролируемым смехом. И Хоакин Феникс при подготовке к этой роли отсмотрел множество видео с пациентами, которые страдают подобным недугом. Помимо Хоакина Феникса, в актерском составе можно выделить Роберта Де Ниро, который играет одну из ключевых ролей. Но все-таки я осмелюсь назвать этот фильм фильмом одного актера. Потому что 99% времени Хоакин Феникс в кадре, и от него невозможно оторвать свой взгляд. И я думаю, что после выхода этого фильма на экраны, люди в разговорах будут упоминать не только хита Леджера, как каноничного Джокера, но и Хоакина Феникса. Это наша последняя встреча. Вы не слушаете, не так ли? Но лично меня этот фильм в первую очередь зацепил не актерской игрой, а великолепно переданный с экрана атмосферой. Атмосфера вот этого абсолютно реального Готэма, где на каждом углу валяются мусорные мешки, и люди устраивают забастовки. Где во время того, как Артур Флэйк идет домой, в подворотне кричит женщина, и некому ей помочь, потому что полиция занимается совсем другими делами. А Бэтмен, то есть Брюс Уэйн, в этой интерпретации еще ребенок. Плюс практически в каждой сцене я постоянно ассоциировал себя с героем. Потому что все ситуации в фильме очень реальны, и примерить на себя маску Джокера может любой зритель. Эй, Мюррей, одна маленькая деталь. Да, когда будешь объявлять, можешь назвать меня Джокер? Даже само имя Джокер, это не просто какая-то выдумка или безумная идея героя Хоакина Феникса. Все это объясняется вполне реально и не вызывает вопросов. Когда я был маленьким мальчиком и сказал всем, что хочу быть комедиантом, все надо мной смеялись. Но теперь никто не смеется. В фильме ничтожно малое количество общих планов. И здесь, если говорить об операторской работе, то все сделано так, чтобы вы максимально ассоциировали себя с тем, что происходит в фильме. Потому что я на какой-то момент поймал себя на мысли, что стоп, это же вот моя улица, вот он Джокер бежит по ней. Но потом раз приходишь в себя, и мурашки бегут от того, насколько ты погружаешься в фильм. Моя мама всегда говорила мне, чтобы я улыбался, носил маску радости. Отдельно хочется упомянуть саундтрек к фильму и те песни, которые в нем использованы. Каждая стадия перевоплощения героя сопровождается своей музыкой. И те песни, которые есть в фильме, вставлены точно тогда, когда это нужно. В одном из интервью режиссер картины Тодд Филлипс сказал, что при создании Джокера он вдохновлялся такими фильмами, как «Таксист», «Бешеный бык» и многими другими. Так вот, отсылки в Джокере к «Таксисту» будут явными, неприкрытыми и, конечно, порадуют всех киноманов. Прокатный рейтинг у фильма 18+, и это 100% так. Не надо брать с собой детей и говорить, что мы сейчас пойдем посмотрим историю забавного и веселого клоуна. Те жестокие сцены, которые есть в фильме, действительно жестокие, и ходить с детьми на этот фильм точно не надо. Приятно еще то, что ни в одном из трейлеров не слили никаких сюжетных поворотов, и в фильме есть множество сцен, из которых ни одного кадра не показали в трейлере. Если вы ждете от нового Джокера кривляний, безумных поступков или каноничных фраз, которыми разбрасывался персонаж у Нолана, то здесь этого нет. Да, хиты Леджера растащили на цитаты и мемы, но я думаю, что из нового фильма как минимум одна сцена своеобразного танца на лестнице станет культовой. В итоге на данный момент мы с вами получили самый реалистичный фильм по комиксам, с шикарными актерами, с потрясающей атмосферой, музыкой, операторской работой и режиссурой. Лично я, когда вышел из зала, то сам того не подозревая, начал сматриваться в лица людей, которые просто идут по улице, думая, кто бы из них мог примерить на себя эту маску. Потому что фильм рассказывает нам историю абсолютно обычного человека, который ввиду вот таких обстоятельств стал суперзлодеем Джокером. Кстати, мне повезло, и я смотрел фильм в оригинале с субтитрами. Если у вас есть такая возможность, обязательно ей воспользуйтесь, потому что, скорее всего, дубляж убьет одну из составляющих персонажа Хоакина Феникса. Его голос. Для тебя это шутка? Фильм многократно превзошел мои ожидания, так что, скорее, идите за билетами. И я не удивлюсь, если Хоакин Феникс получит Оскара за лучшую мужскую роль, а, возможно, и сам фильм Джокер получит статуэтку за лучший фильм года. Что ж, поживем-увидим. Джокер. Конечно же, делитесь своим мнением в комментариях, если вы уже посмотрели этот фильм. Плюс, давайте порассуждаем, если уж у DC не получается создать такую вселенную, как у Марвел, так, может быть, и не нужно? Пусть снимают такие фильмы, как Джокер, и удивляют нас не количеством, а качеством фильмов, актерской работой и атмосферой. Делитесь своим мнением. Что ж, а закончить это видео мне хотелось бы не традиционными ставьте лайк и подписывайтесь на канал, а строчками из песни, которые как-никак лучше подходят под описание этого фильма. Кто-то из нас двоих точно сошел с ума. Осталось лишь определить, весь мир или я. Большое спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok